Ученые научно-исследовательской лаборатории генной клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета впервые экспериментально исследовали поведение клеток микроглии при различных степенях травмы спинного мозга, а также в посттравматических периодах. Эта работа сможет помочь ученым получить больше информации о спинном мозге и дать почву для размышлений на совершенно новом уровне. Травма спинного мозга – это повреждение, которое вызывает временные или постоянные изменения в его функции. Симптомы могут включать потерю мышечной функции, чувствительности или вегетативной функции в тех частях тела, которые обслуживаются спинным мозгом ниже уровня травмы. Травма спинного мозга характеризуется многочисленными патологическими реакциями, в которые выключены все типы клеток центральной нервной системы. Одними из них являются клетки микроглии, которые размножаются и активируются в поврежденной нервной ткани, что было продемонстрировано ранее. Непосредственно после травмы в острый период клетки микроглии активируются, приобретая нейротоксический либо нейропротективный фенотип. В подостром периоде острые реакции клеток микроглии снижаются, стихают, но затем происходит вторичная волна активации клеток, которая может вновь инициировать нейротоксические реакции, которые продолжаются и в отсрочном хроническом периоде. Эксперимент, который провели специалисты Казанского федерального университета на крысах, помог изучить поведение клеток микроглиев в условиях моделирования травмы спинного мозга инвитро, различной степени тяжести в различные посттравматические периоды. Впервые было обнаружено, что клетки иммунной системы мозга играют значительную роль в процессах воспаления и восстановления при тяжелой травме спинного мозга. Исследователи Казанского федерального университета выявили закономерность, чем серьезнее травма спинного мозга, тем ниже способность микроглии к давлению и уничтожению чужеродных частиц и поврежденных клеток во всех посттравматических периодах. Это открытие поможет в разработке новых подходов к лечению травм спинного мозга. В нашем исследовании мы создали модель травмы спинного мозга в условиях инвитро путем добавления клеток микроглиев, белков и факторов роста, полученных из ткани животных с легкой, средней и тяжелой степенью повреждений в острый, подострый и хронический период после травмы спинного мозга. На модели травмы спинного мозга инвитро мы провели динамическую оценку реактивности клеток микроглиев с учетом тяжести повреждения нервной ткани. Мы обнаружили изменения в экспрессе генов, цитокиновом профиле, а также фагоцитарной и пролиферативной активности в зависимости от тяжести травмы и посттравматического периода. Полученные данные представлены в статье, опубликованной в специальном выпуске журнала International Journal of Molecular Sciences. Они помогут разработать новые методы лечения больных с травмами спинного мозга. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.